ну чё я же говорил можно и за полчаса вот за полчаса собрались полиция проезжала несколько раз что-то видимо они мою сторону не смотрят летающая лодка что ли а нет сам самолет обычный транспортник опять нам предстоит силовое упражнение тут самое главное это спина остальные мышцы травмировать шанс по сравнению со спиной настолько мал спину прогнули и вперед 103 136 953 в пути средние 13 и 8 да неплохо мои вы сладкие сколько я вас отснял да велоследов здесь полно вот я прямо сейчас еду за ну кто-то на кросс-катринике на широких шинах здесь валил мы пришли в очередной поселочек на пути к поселочку название я не помню там есть консунг консунг консунгчик причем пришли прямом смысле ну почти здесь есть фонтанчик для меня это уже радует интересно он работает или нет конечно работает где-где-где-где-где-где-где-где-где он показал где-то еще один есть а вот здесь по-простому о прекрасно ну что узнаем этот столб или я его не показывал ну булыгу то точно узнаем без без сумок я бы здесь валил бы так что наверное я даже не знаю как она мне что-то вверх оказалось такой длинной такой длинной вниз или тут еще одна будет не по-моему еще один кусочек будет подъехать хоть чуть-чуть ну чё все узнали это место да с вахтерами которые всю ночь меня караулили клещевая вахта bienvenidos монтальбо bienvenidos добро пожаловать вот сюда нам и нужно объекта доминго и фестивус да когда здесь шло шоссе вот так вот оно шло n3 конечно здесь кипело все естественно но сейчас уже все ну да вот он он я чё камеру то включил вот нам на скит и я хочу сказать что очень много ведь остается за кадром то есть как мне что-то тяжело вот сейчас например я иду ну не стиснув зубы но так знаете пожаре тяжеленная сумка вот мы и дошли собственно доски то но естественно закрыт хотя по идее ну построили вы скид он же должен быть открыт что-то можно было войти что-то там как ну надо поесть чуть-чуть и наверное натяну гамак где-то тут и надо дневной сон устроить естественно вкусняху вот это вот вот сюда и кушать я себя чувствую вот реально настоящим пили пили гримом ну только то что вот ну принципе вместо вина у меня пиво сыр такой хлеб такой мясо никакого нету но это и не важно да я вам скажу в испании вот этот после обеденный сон это не прихоть не какая-то это просто необходимость не поскольку мы в испании вот я растянул гамак я кстати всем искренне кто использует гамак рекомендую вот такие вот тропы они плоские практически сворачиваются без заминов очень мало места занимают и в целом очень удобно и в целом длины хватает их практически на все случаи у меня ни разу не было чтобы я разумно не мог на и натянуть их гамак я бы очень удивился если бы тут было написано что страна происхождения вот это вот апельсинового сока не испания кстати дон владимир говорит ты чего прям в этих замшевых туфлях крутишь я говорю ну слушай удобно как-то вот нормальные вот вот они мне отдали эти туфли и я как-то в них вот они мне пришлись по душе человек вообще избыточно избалован комфортом избыточно ну вот как по мне сейчас вот да просто какой-то фургон не надо внутри оборудовать ничего именно таких каких-то там туалет душ там еще что-то раковина какая-то мы что-то стол нет просто я могу утеплить его сам там какими-то средствами там в леруа мерлене что-то там под подпилить под это чтобы конденсатор осы не было какие-то простые простейшие откидные вот как вот максим юрьевич с папкой сделали в автобусе ну все вот тут вот мы с вами не катались так что сейчас будет часть маршрута для нас новое и это просто замечательно у нас еще светло будет часа четыре так что я надеюсь что мы даже и покрутим может быть это из реки таха идет пошел-пошел косой я бы хотел вдоль канала но нет нам совсем не туда посадочка какая красивая но это не оливка это что-то плодоносящие такое имею ввиду ну цитрусовая хотя может и я облака может и персик груша тут же растет все до подъемчик такой градиент небольшой но длинный я уже три или четыре раза хотел слезть потом смотрю да вроде бы как-то и крутим я думаю на вот этом вот подъеме сейчас меня грамм 200 воды вышло железно ах вы красавцы мои мы кстати по моему к ним еще чуть поближе подъедем красиво даже очень нам здесь но смотрятся они конечно потрясающе вот просто геометрический танец какой-то ух слушайте вообще я такого в жизни не видел нереально смотрится бетюнский монастырь вот красиво смотрится вот сюда нам то есть еще какой-то поселочек через 7 км будет ну окей отсюда уже эти ветряки не стреляют а вот там вот вон стоит ветряк у него снята одна лопасть один стоит с одной и вон там стоит огромный кран который эту лопасти меняет то есть так как я и сказал подъезжает кран ну понятно какой-то большой поднимает ее и там прикрую прикручивают на гайки ну и куда же мы без вот таких вот видео где алексей юрьевич едет в закат ну не в закат а от заката то есть вот солнышко в спинку а между тем уже и полкишок дорожка тут не ласковая прямо совсем тут такое яма на яме заплатки ну понятно трактора они разворачиваются здесь и раздавливают ее и фуры здесь с зерном и комбайны естественно и пожаре никаких ограничений здесь нету естественно тут мы представьте себе фура да да или трактор да да или трактор даже с прицепом полным зерна тоже бастан ты живописненько но не так не так подсолнухи и убранная пшеница и дорожка холмы очень живописные тут и холмы и камни и вот это вот разнообразие все но конечно глазу при приятно и вот мошки со мной за компанию так ну вот этот поселочек обещанный нам через 17 км но тут больше не поселочек здесь больше такое как бы вот оно все для сельского хай хозяйства вот такое оно то есть тут и ангары для всего этого ну и живут естественно те кто все это обслуживает я все думал ну чё снимать потом смотрю вот это место но прямо вот подъем такой все равно сейчас пешком идти и тут обзервация тут вот и и дорожка вот это вот гравийная и холмик и подсолнушки и здесь один склон на нем и там вот виднеется пшеничка и тут посадочки и холмик и куэнка 50 я уже думаю может быть но все все таки здравый смысл подсказывает что и ресурсов осталось впритык да и подустал если честно ну больше из-за ресурсов надо немножечко подкрепиться закинуть пару кексиков и переть дальше это мы из теплой кока-колы будем холодную делать да вот это приключение да странно что это комут за такие шутки мне делает на бисикаритера нет там было написано что что-то там какой-то кусочек будет без асфальта я в целом все же в курсе вроде вот таких вот грунтовых дорог против ничего не имею по ним ехать приятно когда она такая вот подукатанная без крупных камней но как то когда ты указываешь бисикаритера то надеешься что дорог таких будет мало а то и совсем их не не будет то есть тут комут как-то меня немножечко ну не подвел но так слуг кавил так это точно вот представьте себе да ночью вот такое увидеть и нам прямо вот туда наверно же ветряков поле мне больше в голову ничего не приходит я думаю может быть это комут с гуглом специально ну нам с вами вот ночные приключения шубам сидя в креслице да приятно было посмотреть причем именно вот как вот темнеет вот темнеет и все и вы знаете вот такое ощущение что вот специаль специализация у нас это вот такие вот грунтовки через поля ночью а я думаю что за шум вот тут поток воды бежит огромный и вот такие паучищи ух офигеть 15 метров асфальта было ну вот это там конечно бежит но это уже с реки или с озера с какого-то бежит канал слушайте может это акведук какой-то огромный и он подсвечивался и перемаривался хотя нет короче мы уже едем вдоль озера ну одного из его частей оно сейчас по левую руку и это видимо канал его и наполняет ну озеро вот это частично наверное был здесь какой-то кабак прямо возле переправы сейчас там летучие мыши место для стоянки было и все и нам сейчас вот сюда и там будет вот дорога через озеро к сожалению ночью ребятки ну вот так короче вот оно эмбальце аларкон огни вот эти так и светятся ну это эти самые ветряки озеро ну красивое ну вот конечно жаль а звезд то сколько фонарик если выключить ну от луны конечно есть свет ну звезд мама родная да на горочку пешком ну и так там было вниз 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 плюс по равнинке я нажал о народ до дома ровно 200 км они тут огромным фронтом прямо тут их штук наверное моргает штук 20-25 что это за шутки тут что столько ветряков вы видите фронт вообще сколько их я надеюсь что что то видно будет я подтяну о вот так вот ну что соточка есть и до дома нам сто девяносто не за завтра мы сто девяносто даже если весь день нужно чтобы осталось на завтра там я не знаю сто пятьдесят да вот там вот какой-то городок стоит прямо на ну возле озерца мы его объезжаем ну да как то конечно вот там вот светится что то о я сделаю так что будет видно какие то прожектора огромные два по два стоят тут мне очень интересно что за необходимость ночью так светить я не смог не заехать я увидел ее прямо с дороги площадь вот такая-то аюнтамиента тут натягиваются от солнышка посидеть колечко вода скорее всего есть пацаны тут матюкают друг друга боже какая красота и кстати вода краником по простому открыл все короче ряд тут указатель нескольких руд вдоль озера там и по 38 километров и по 17 а здесь будет место для начало руд будет висеть все так вот пока места здесь этого нету здесь буду я ночевать под фонариком под лед вот это вот мокрая все вообще полностью просто мокрая даже даже сразу же майку переодел я не знаю где это оставить тут пока она пускай сохнет или что с ним пока пускай происходит все надеюсь что росой вот это вот не накроет оно высоко оно мокрое вообще полностью полностью мокрое да вот с таким освещением я еще в палатке не спал ну то есть вот вообще под фонариком ну подустали хотя больше не не подустали а больше то что хочется посмотреть днем ну и подустали все вот